МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на нашем канале. Я Егор Москвин. Здравствуйте. Тени минувшего. Понятно, кто преступник. Понятно, кто начал войну. В Центральном музее вооруженных сил открылась выставка «Нюрнберг. Начало мира». Новый сезон в Ла-Скало. Знаменитый Миланский театр представил премьеру оперы Джузеппе Верди «Макбет». Непревзойденный гравер. Дюрер. Это и большой опыт вот такого тиражного производства. Альбрехт Дюрер. 550-летию со дня рождения в государственном эрмитаже. Нюрнберг. Начало мира. На выставке в Центральном музее вооруженных сил впервые показывают портреты нацистских преступников, которые сделал Николай Жуков. Художник, прошедший всю войну, работал на нюрнбергском процессе как корреспондент газеты «Правда». Подробности у Ирины Разумовской. Вот эти работы были приобретены музеем в 1972 году и хранились, вот мы их не показывали. Речь о черной коллекции советского графика и иллюстратора Николая Жукова, который создал портреты подсудимых нюрнбергского процесса. Художник был на процессе лично 40 дней. Он делал зарисовки как в самом зале заседаний, так и в кулуарах. Его рисунки известны всему миру, их публиковали много, но вот эту серию, сделанную позже, на черной бумаге, белой пастелью, никогда. Художник смог подойти к той самой грани, это максимальное близкое приближение к злу и вглядеться в него очень внимательно. И вот это та самая линия, последняя линия обороны, на которой находились нацисты, и к которой подошли художники. И вот с этим своим острым карандашом и вгляделись в эти лица. И вот эту свою эмоцию, впечатление, ужас, презрение, омерзение они передали. Мне кажется, это очень важно, то, что они сделали. Сделать из этого больше, чем выставку портретов, решила медиагруппа «Россия» сегодня. К 75-летию этого главного судебного процесса 20 века запустила отдельный портал «Нюрнберг. Начало мира». Часть материалов оттуда на стендах, комментирующих каждый портрет в экспозиции. Здесь пункты обвинения, доказательства вины, слова преступников в попытке оправдаться, приговор и описание судьбы каждого после процесса. Эти люди проповедовали расовую теорию. Ничего подобного в интернациональном Советском Союзе не было. И вот эта вот расовая теория нашла свое высшее выражение в нацизме, в этих всех печах, крематориях, геноциде. И вот мы видим этих людей, которые потерпели историческое поражение. И вот это историческое поражение нужно зафиксировать во многих поколениях, которые пережили войну. На сайте проекта, к которому отсылает QR-код рядом с каждым портретом, еще больше документов, фотографий, кинохроник. Много свидетельств от первого лица, которые создатели проекта искали и находили не только в российских, но и в зарубежных архивах, изучающих наследие Нюрнберга. Ирина Разумовская, Александр Садольский, Новости культуры. В Петербурге простились с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Гражданская панихида прошла в Александринском театре, на сцене которого Нина Ургант сыграла десятки ролей классического и современного репертуара. Не менее запоминающимся были ее роли в кино. Проститься с актрисой пришли родственники, друзья, коллеги и сотни поклонников. Мои глубокие соболезнования в этот скотный час для всех, кто знал и любил Клину Николаевну. Она была любима миллионами. Она бесконечно любила театр и своего зрителя. Это была актриса, которая, конечно же, обладала таким уникальным, совершенно многогранным талантом. Это тоже огромная редкость. Что и говорит о том, что она была мастером, безусловно. Потому что под лиризмом, под героических ролей, под характером их ролей, блестящая характерная актриса. Блестящая. Пусто. И все более и более пусто. Они были такие настоящие. Они были соль земли. Все это военные, послевоенные. На них можно было опереться. Они знали, что это такое, о чем мы решили. К другим темам. Государственный Эрмитаж открыл выставку к 550-летию со дня рождения Альбрехта Дюрера. В экспозиции более 400 работ. Это гравюры на металле, ксилографии, рисунки. Генеральный спонсор выставки — Банка ВТБ. Репортаж Екатерина Грициенко. Его сравнивают с Леонардо да Винчи, столь же универсальный человек эпохи Возрождения. Математик, архитектор, фортификатор. И все же прославился Дюрер как непревзойденный мастер гравюр. Революционер печатного производства он возвел ремесло в ранг настоящего искусства. Ксилография — это древний способ копировать изображение. На деревянной доске мастер оставлял выпуклые линии рисунка. С выступающих частей переносил краску на бумагу. Для глубокой гравюры штампы изготавливали из медных досок. Все эти печатные тексты, печатные картины — это еще и особая технология и тиражирование. Это большая доступность того, что делается. Это и коммерция. И мы знаем, что Дюрер — это и большой опыт вот такого тиражного производства. Деление на два типа линий — контур и штрих — Дюрер отменяет. Теперь это одна стихия. Больше того, линии он может передать текстуру, например, дерево или камень. А в гравюре Адам и Ева мастер и вовсе добивается невиданного прежде эффекта мягкого мерцания человеческой кожи. А вот тайные послания, которые оставил художник, вполне характерны для эпохи. Во времена Дюрера большое значение придавали темпераменту. Считалось, что он определяет не только характер, но и судьбу человека, и даже внешний облик. Четверо животных означают четыре типа темперамента. Кошка — холерик, склонный к гордыне и ярости. Кролик — сангвиник, чей грех — похоть. Бык — флегматик, страдающий чревоугодием. А лось — меланхолик, впадающий в отчаяние. Название этой гравюре дало надпись на крыльях летучей мыши. Что означает символ в конце — до сих пор загадка. Возможно, это римская цифра «один» или повелительное наклонение глагола «иры», то есть «отпускай». Получается что-то вроде «меланхолия, уходи». Впрочем, хотел ли сам Дюрер прогонять это состояние — большой вопрос. В эпоху Возрождения стали связывать меланхолию с гениальностью. Так или иначе, эта гравюра навсегда останется удивительным ребусом искусства. Магический квадрат из цифр. Главный аттракцион меланхолии. Здесь сумма всех горизонталей, вертикалей, диагоналей равна 34. Апокалипсис, после которого Дюрер проснулся знаменитым. Триумфальная серия гравюр посвящена очередному концу света на рубеже веков. Фантастический зверь с семью головами переходит из одной работы в другую. Но закончится всё неплохо, ведь в конце истории ждёт небесный Иерусалим. Гравюр изображает небесный Иерусалим. То он изображает его в виде средневекового немецкого города конца 15 века. Это вот тот новый мир, то обновление, которое всех ждёт. Самая большая гравюра в мире — триумфальная арка Максимилиана I. Император, заказчик Дюрера, решил использовать силу тиража. Куда проще распространить символ величия на бумаге, чем строить монументальное сооружение. Ксилографии делали со 192 досок. Затем листы склеивали в одно полотно. Эта триумфальная арка предназначалась Максимилианам для того, чтобы её разослать во все концы империи. Там она должна была быть закреплена в главных зданиях, в главных залах. И в каждом конце империи можно было узнать о Максимилиане всё. Представлены на выставке и рисунки самого художника, его современников и потомков. Творчество Дюрера было настолько притягательно, что в разные века его и копировали, и подделывали. Но фальсификатором его произведений грозило наказание. Привилегии на создание своих гравюр великий художник получил ещё при жизни. Екатерина Грицыенко, Сергей Томюк, Игорь Баданов. Вести. Петербург. Миланский театр Ла Скала открыл новый 70-й сезон оперы Джузеппе Верди «Макбет». Публика встретила долгожданную премьеру 12-минутными овациями. В зале присутствовал президент Италии Серджио Маттарелло. Действия оперы режиссёр Давида Ливермора перенёс в 20-й век. Партию «Леди Макбет» исполнила Анна Нетребко. В роли Банко выступил Ильтар Абдразаков. Вокруг Творческого союза цирковых деятелей России разгорается скандал. Более сотни известных артистов цирка из него вышли и объявили о создании новой организации. К выходу артистов из союза цирковых деятелей подтолкнули выборы состава правления, которые состоялись 29 ноября. В ситуации разбиралась Маргарита Масленникова. Новая организация ставит перед собой примерно те же задачи, что и существующий более 30 лет Союз цирковых деятелей России. Это поддержка ветеранов цирка и талантливой молодёжи, развитие детских цирковых студий. В 1991 году Союз создавали Юрий Никулин и Эмиль Кио. Но, по словам артистов, сейчас организация перестала выполнять свои обязанности. Инициаторами создания нового объединения выступили Росгосцирк, куда входят 38 стационарных цирков России, цирк на проспекте Вернадского и цирк Юрия Никулина на Цветном. Мы три только вопроса главных обсудили, чем мог бы заниматься новый состав, новое управление. Но, прежде всего, конечно, это работа пропагандистская, популяризировал цирк. Второе, это, конечно, зарубежная деятельность, которой никто не занимается сегодня, в принципе. 29 ноября состоялись очередные выборы председателя Союза цирковых деятелей, после которых около сотни ведущих артистов цирка написали заявление о выходе из организации. На выборах в результате тайного голосования победила Яна Шевченко, руководитель Центра по поддержке артистов и ветеранов цирка. Если всё сложится, всё-таки мне хотелось бы, чтобы Союз цирковых деятелей начал зарабатывать деньги. Ещё раз говорю, что всё будет абсолютно прозрачно. Но непрозрачными сочли выборы многие участники Союза цирковых деятелей. Они написали открытое письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой разобраться в ситуации. Народная артистка России для сировщица Сланов Таисия Корнилова одна из тех, кто после выборов написал заявление о выходе из Союза. Многие мои друзья, знакомые, деятели циркового искусства, которые числятся в этом Союзе цирковых деятелей, они просто не присутствовали и не голосовали. Далее в правление Союза цирковых деятелей входит конкретная оппозиция против Росгосцирка и цирка братьев Запашных. Директор Росгосцирка Сергей Беляков показывает характеристику своей бывшей сотрудницы, а ныне вновь избранного руководителя Союза цирковых деятелей Яны Шевченко. В 2009-м её уволили из Росгосцирка. Перед седателем избрана Яна Станиславовна Шевченко. Она работала в компании Росгосцирк, директором цирка «Радуга». Там порядка 30 миллионов долг за время её работ. А у цирка, который находится в Москве, 30 миллионов долг. Даже при желании получить такой задолженности очень сложно. Но удалось. Яна Шевченко, в свою очередь, утверждает, что про такие внушительные суммы долга она ничего не знает. Долг, про который говорят 6 или 7 миллионов, я подтверждаю. А в 30 миллионов у меня нет никакого долга. В планах у нового руководителя Союза цирковых деятелей России выполнение задач, заявленных в предвыборной программе. Залог тому — голоса, которые отдали за неё участники Союза. Причём пять лет назад, на прошлых выборах, рассказывает Шевченко, была похожая ситуация с обсуждением результатов. Я посмотрела, как это происходило. Это было всё ужасно отвратительно. Баллотировался тогда народный артист России Евгений Мильч Беляур. И он победил в этих выборах с разрывом несколько голосов с Эдгардом Вальдоровичем Запашным. После чего было очень много негатива и грязи. То же самое, что происходит, собственно, и сейчас. Создатели нового циркового союза намерены объединить всех российских артистов цирка. Организация будет сотрудничать с частными цирками, региональными и даже цирками Шабито. Маргарита Масленникова, Яна Музыко, Владимир Степанов, Ксения Гершанок и Екатерина Титова. Новости культуры. В Лиме в Национальном университете Сан-Маркус приступили к изучению мумии доинского периода. Её особенность в том, что она крепко связана верёвками и прикрывает лицо руками. По мнению специалистов, это было частью местного похоронного ритуала. По существовавшей традиции, покойным перед погребением придавали позу эмбриона. Чтобы тело сохранялось на века, его крепко связывали тонкими верёвками. Завтра в Театре нации премьера спектакля «Мастер и Маргарита». Для этой постановки Робера Лепажа были созданы более сотни костюмов-трансформеров. О сложностях перевоплощения в программе «Главная роль» расскажет художник по костюмам Виктория Севрякова. Смотрите в 19.45. Наш выпуск завершён. До встречи в 23.40. Субтитры создавал DimaTorzok